Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя. И сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим, что добавили нам на этой неделе и также, что добавят на следующей неделе. Поговорим обо всем об этом, а также и о прошлом обновлении. Поэтому устраивайтесь поудобнее или седлайте своих коней и... поехали! Поговорю сразу, да, я хотела... даже не так. Я сняла видео по прошлому обновлению. Я даже дважды его загружала на YouTube. Но по каким-то причинам вообще выяснилось, что видео у меня сохранилось плохо, оно заглючено было и ничего не помогало. Вплоть до вторника я пыталась его выгрузить с понедельника по вторник, но ничего не получалось. И поэтому я решила, что раз уже сегодня среда, зачем мне выставлять видео о прошлом обновлении, так как оно уже в принципе закончилось. Оно ушло-прошло. Все события, связанные с днем рождением, закончились. И из-за того, что я была занята, я не успела собрать себе вот такую же кофту, но красного цвета, на два своих аккаунта. И мне стало очень грустненько, потому что сегодня утром, во время прокачки и выполнения заданий ради кофты, у меня отключилась игра. И это означало, что идет обновление. В общем, это грустненько. Но что поделать? Сама виновата. А сегодняшнее обновление у нас связано с новой скачкой на острово Падока. Поэтому едем туда. Также хочу поговорить о маленькой доске с новостями, которые добавили на сайте Старстейбл. И которые уже, по-моему, все группы, связанные с ССО ВКонтакте, успели загрузить к себе на стену. Это баннер с новостями всех обновлений на следующий месяц. Вы можете посмотреть, зайти на сайт, посмотреть еще получше, повнимательнее и увидеть, что уже на следующей неделе нам добавят малую часть Хэллоуина, а то бишь магических коней, лохматиков, то бишь дикую лошадь Юрвика. Вроде бы она сейчас так называется, но я их называю в лохматике. И, о боже, я, если честно, жду спойлеров. Да, я жду их, чтобы увидеть, что это за лошади, как они будут выглядеть, как они будут выглядеть без магического облика. А там уже пойдут все обновления, связанные с Хэллоуином. Так что, да, вот, пожалуйста, картинка. Заходите на сайт ВКонтакте в разной группе, там вы сможете посмотреть это поближе. Но, а сегодняшнее обновление связано с гонкой, которую добавили для девочки Лиззи. Да, гонку добавили обычному NPC, связанному со скачками для прокачки лошадей. Так, вот только я не помню, какая из этих гонок это. По-моему, вот это. Нет, я ошиблась. В общем, суть в том, что гонка относительно конкурная. Нет, она конкурная, но в ней очень много поворотов. И мне кажется, что это даже как-то смешанная гонка конкур, плюс элементы Родео, наверное. Потому что очень много поворотов, заворотов всяких. И если у вас не прокачанная или неухоженная лошадь, то проходить... Ой, будет проблематично. Вот видите, я просто не успела повернуть на полной скорости. Я, если бы здесь была бы на 15-ти уровневой лошади, я бы не проехала все это. Мне бы однозначно понадобился манежный голубь. А в некоторых моментах вообще и рысь. И соглашусь с моими друзьями по ССО, которые мне уже до того, как я смогла посмотреть обновление, сказали, что добавили новую гонку и что она очень ломаная. Согласна, она очень ломаная. И я даже не знаю, сколько нужно раз ее пройти, чтобы наизусть ее вызубрать и запомнить, куда и как надо поворачивать. Мне кажется, это нужно прям каждый день по несколько раз или вот просто нон-стопом проходить по таблице, по вот этому деревянному объявлению, эту скачку, чтобы выучить ее наизусть. Гонка, если что, дает 150 опыта лошади, не помню, по-моему, 20 шиллингов. И кажется, 100 к репутации вот этой семьи на острове Падока. Так что, по поводу того, что добавили на этой неделе, это все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и ваше мнение по поводу того, что грядет же для нас в следующих обновлениях. А я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео. И хороших вам покатушек. Субтитры подогнал «Симон»!